Друзья, всем привет! Продолжаю постройку дома и так как приближается зима, а дом у нас возведен на свайном фундаменте, я решил закрыть цоколь, чтобы меньше задувало снега и было не так холодно от ветра. Да и эстетический вид никто не отменял. Пока выглядит все вот так. При строительстве получилось на двух сторонах дома спустить закладные бруски для отделки цоколя. А вот на двух других этого не сделано. И там просто голые сваи. Так вот, в этом видео я покажу, как можно сделать закладные под цокольные панели, не прикручиваясь напрямую к свае, чтобы ее не повредить и не делать перерасход материала. Но при этом получится быстро, крепко и надежно. А также покажу, как монтировать цокольные панели с перепадом участков 40 см. Так что присаживайтесь поудобней, заварите поесть, попить, а мы начинаем. Так как было решено использовать цокольные панели, то, как правило, их монтаж начинается с углов. Как видим, ширины одного бруска не хватает, чтобы прикрутить угол. Поэтому с этой стороны наращиваем закладную. А вот со стороны, где закладных нет, сразу их делаем. Они будут расположены горизонтально. И временно их закрепляем вертикальными досками. Все сваи стоят достаточно ровно относительно друг друга, но до миллиметра сделать это нереально. Поэтому они немного пляшут относительно друг друга. Сразу приставив угольник к обвязке, смотрим, насколько выпирает закладная подцоколь. Ведь она в данный момент напрямую прилегает к свае. Сразу пишу расстояние и ищу сваю, которая выпирает больше всех. Это и будет нулевая точка. Далее к каждой другой точке опоры мы будем добавлять проставочки, размер которых легко вычислить. Просто ищем разницу расстояния самой выпирающей и текущей сваи. Результат и будет размер проставочки. Их я наделал за кадром на торцовке. Кстати, крепится закладная доска к свае не напрямую, а через перфорированную ленту, обернутую вокруг сваи и прикрученная к доске, саморезом наискосок, для лучшей притяжки. Таким образом мы довольно надежно крепим закладную, не повреждая сваю, что продлит срок ее службы. На стороне с закладными ищем нижнюю точку, натянув шнурку. Тут можно увидеть, что длина некоторых брусков недостаточно, и необходимо сбоку накрутить дополнительный брусок к короткому, до нужной длины. Думаю, оптимальное расстояние брусков от земли около 10 сантиметров. Это зависит от подвижности грунта на вашем участке. Ни в коем случае не опускайте бруски вплотную до земли, иначе весной силой пучения их переломает и оторвет. Уголок фиксирую, соблюдая уровень с обоих сторон. Далее прикручиваю нижнюю и верхнюю планку. Нижнюю стараюсь прикручивать строго по шнурке, а верхнюю по уровню. Стартовать буду с распиленного пополам куска. Заранее замерьте расстояние от угла до угла, и просчитайте, чтобы в конце не пришел слишком маленький кусочек. Монтаж панелей производим слева направо. Так как у меня на участке уклон, то каждый лист я немного подрезаю снизу, предварительно прикладывая его к планкам. Кстати, панель использую из коллекции камень с оттенком LATSO от TechnoNicol. Может кому понравится мой выбор и захотите себе, то так будет проще найти. Панели прикручиваю в середину отверстий, так чтобы они свободно ходили. Так как на солнце они расширяются, а на морозе сужаются в пределах 1 см. Очень удобно резать панели маленькой ручной циркулярной пилой. Это прям находка. Получается гораздо удобнее и ровнее, чем болгаркой. На другой стороне делаю закладную для верхней планки. Это будет просто доска, прикрученная к низу обвязки. С выступом, как и у закладных. Далее все, так же крутим угол. Планки и продолжаем монтаж панелей. Ах да, чтобы меньше болтались закладные, я решил их распереть дополнительно досками. Так как расстояние между с вами около 3 метров. Добавил по пару таких распорок на каждый пролет. Так что ничего шататься не будет. Они, думаю, не понадобились бы, если бы я использовал для закладных брусок 50х50, а не дюймовку. Далее сразу нарезаю нижние панели, заранее записав размеры. И затем на них закрепляю верхние цельные панели. Их монтируют в разбежку. Если снизу начали цельным листом по длине, то верхние начинаем с половинки. В этом процессе на самом деле самое долгое и сложное это сделать закладные. Сами панели режутся и крепятся очень быстро. После их монтажа сверху монтирую отлив. Кстати, угол я выполняю вот таким вот образом. И вот таким нехитрым способом за пару вечеров можно спокойно закрыть цоколь на свайном фундаменте. Сложного ничего нет, вы сами это видели. Зато результат более чем радует. Мне уж точно. А как вам такой вариант отделки цоколя? Напишите в комментариях свое мнение на этот счет. Ставьте лайки, если видео оказалось полезным. И не забывайте подписываться на канал. И также подписывайтесь на канал в телеграм, чтобы не потеряться. Если что. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!